Хочу прочитать вам одно место из Библии. Кстати, мы это место уже читали с вами. Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Еще раз. Сказал им притчу. Мы знаем эту притчу дальше о вдове, о судье и так далее. Но вот этот интересный момент о том, что должно всегда молиться. Мы с вами в прошлом месяце уже об этом говорили вместе с Писанием, разбирали. Но мы сделали больше акцент о том, что всегда молиться. А сегодня я бы хотел в этом месяце, друзья, о том, на окончании этого стиха и не унывать. Вы знаете, кто не знает, друзья, но в православной церкви, в православной традиции есть смертные грехи. И один из смертных грехов, знаете, как называется? Грех. Уныние. Не унывать. Почему? Что такое уныние? Уныние, я хочу вам сказать, мы все как христиане, мы все прекрасно знаем о том, что нужно молиться. Помните? Всегда молитесь. В молитве открывайте свои прошения, благодарения перед Богом и Он, который знает и так далее. Мы много знаем о молитве, мы много читаем о молитве. Но почему-то у людей, у верующих, еще раз повторюсь, модное слово буду использовать. Максим, чуть-чуть какое-то эхо идет, как будто чуть-чуть, да? Чуть-чуть есть в зале. Нет? Нормально? Окей. Так вот, есть такое, знаете, ресурсное, нересурсное состояние. Это когда я унываю. Я для себя даже обозначил, как в жизни христианина, какие причины мы себе этому находим, какие, как мы это обзываем, вот так назову. Как мы это обзываем для себя? Одни люди говорят, я уже долго о чем-то молился, но ответа нет. Ну, ну где мне взять мотивацию для молитвы, если я уже долго, усиленно об этом молюсь, а ответа по-прежнему нету. Все, пастор, все, все, вы теперь меня мотивируете. Или еще есть такое, обстоятельства давят настолько, что я даже голову не могу поднять. Плохо это или хорошо? Друзья, это нормально. Это нормально. Это нормально, когда мы в жизни живем жизнью. Я не знаю, кто, возможно, где-то вы услышали, вам так почему-то вот захотелось, но я заметил, у многих людей есть такое, знаете, восторженно-романтичное представление о жизни. Жизнь это такая, знаете, как красная шапочка. Хорошо бродить по свету, там с карамелькой за щекой, и тут себе. И что-то плохое происходит, я не замечаю, я в ракушке, у меня все хорошо. Хорошо, послушайте, друзья, жизнь, она разная. Даже Иисус, он сказал, помните, он говорит о том, что я победил. Мы читаем, левый с коленой умрена победил, аллилуйя. А потом читаем, он говорит, мужайтесь, вы будете иметь скорби, но я победил мир. То есть, жизнь, она всякая бывает. И да, возможно, сегодня тебя жизнь немножечко уже и нагнула. Есть еще третий момент такой, знаете, я иссяк, все, выгорание произошло. Есть такое, даже некоторые люди говорят, у меня выгорание произошло, все, ничего нету, внутри пусто просто, как будто внутри пусто стало. И такое бывает, друзья, и такое тоже бывает. Еще есть такая формулировка, иногда люди говорят, мне сложно понимать, вот в этой всей ситуации сложно вообще понимать, о чем молиться. Я всегда таким людям говорю, если ты не знаешь, о чем молиться, я говорю, пой псалмы. Псалмы. Открываешь, первый псалом пой, второй псалом пой, третий псалом пой. Кто-то говорит, а как их петь? Я не знаю, если честно, у меня друг один был, я когда покаялся, помню, Толик. И вот я сейчас помню, подхожу к нему, что-то сидит на столе, ногами так машет, и что-то бормочет. Я говорю, Толик, что случилось? А он 50-й псалом поет. Я ему говорю, Толик, а мелодия какая? Он говорит, какая разница? Говорит, у меня проблемы. Я 50-й псалом пою. Говорит, у меня внутри разрыв полный. Пой псалмы, если не знаешь, о чем молиться. Следующая причина. Мне просто нет желания, я не могу себя заставить. Кстати, это очень распространенное. Знаете, а я не могу себя заставить. Я вообще, я вот созреваю, я думаю, когда-нибудь мы начнем с вами. Я думаю, нам надо в церкви со временем, дойдет время, и я буду проповедовать на тему такую о том, что лопат с моторчиком не существует. Кто не знает, я потом расскажу это, но я заметил, что многие верующие, мы убеждены, искренне убеждены, что в принципе, знаете, вот это состояние, хочу, знаете, такое. Я не знаю, по какой милости мне довелось, но у меня прекрасные родители. И я помню, одна из первых фраз, которую мне мой папа говорил, он прекрасную фразу сказал. У меня она мне запомнилась, я ее помню, я ее где-то культивировал в себе, и она осталась. Нет слова «не могу». Есть слово «не хочу». И знаете, мне кажется, что верующие, мы, как верующие, мы почему-то убеждаем и себя, и хотим убедить других, что все, что связано с Богом, должно идти через «хочу». Так я вам хочу сказать, друзья, так оно будет, если оно идет у вас через «хочу», то однажды оно столкнется с «не могу». Вот и все. Поэтому это отдельная тема, потому что я, знаете, есть много сегодня всяких, как они эти самые, инфо-цыгане их называют, если кто-то знает или нет. Знаете, что такое? Кто не знает, что такое, кто такие инфо-цыгане? Не знаете? Вот, инфо-цыгане объяснем. Это люди, которые пишут, например, придите ко мне на тренинг, и я научу вас, как быть в потоке радости, в потоке финансов, все. Только это стоит, там, 3000 долларов. Люди хотят быть в потоке. Знаете, почему? А в потоке ничего не надо делать. Ты в потоке. Ты в потоке. Деньги приходят, деньги приходят. Ну, они приходят, но не у вас, правда, но приходят. У других людей чуть-чуть. И вот ты в этом потоке. Знаете, к чему апеллирует такое? Оно апеллирует вот именно к этому. Я хочу делать через «хочу». Послушайте, друзья, жизнь, которую создал Бог, ее не может ни инфо-цыган, ни кто другой через колено перегнуть. Она такая, какую ее создал Бог. И в этой жизни иногда ты будешь хотеть делать, а иногда ты не будешь хотеть. Вы скажете, нет, но я бы поспорил, пастор. Да не надо со мной спорить, если честно. Что-то со мной спорить. Я соглашусь с вами в начале спора. Вы просто прочитайте Евангелие от Луки, 22 глава. Если кто-то читал. Помните, когда Иисус молился в Гефсиманском саду, преклонив колени? О чем он молился? Кто мне напомнит? Оказывается, он не хотел идти на крест. Понимаете, какая штука? И он говорит, Господи, если это возможно, пусть меня чаши это минуют. Потому что он знал, как это будет, что это будет, каким образом это будет. Он понимал. Он понимал, какую цену придется платить. Он понимал, что он станет один на один с дьяволом, и тот его будет, друзья, не по голове гладить. И даже не по щекам бить. Он будет разрывать его тело. И будет разрывать до самой последней капли его крови, пока последняя капля крови не упадет. Он знал это. И именно по этой причине, друзья, вот еще раз говорю, некоторые люди, вот они себе так формулируют их отношение к молитве, а точнее отсутствие молитвы в жизни. И последний пункт написал так, я вообще не вижу в этом смысла. А какой смысл? Знаете, такая вот фраза безапелляционная, которой очень сложно что-то возразить. А какой смысл? А какой смысл? Вообще есть много вещей, которые не имеют смысла. Например, одна из вещей, которая не имеет смысла кушать. Вы в курсе, друзья, что это, как объяснить? Это бессмысленная штука, потому что все, что мы кушаем, а работать вообще смысла нету, все равно тратим. Есть много вещей, друзья, которые не имеют, на мой взгляд, смысла, но это не относится никак к молитве. Молитва как раз очень имеет смысл. И я сегодня хотел бы, чтобы мы поговорили на тему, тема проповеди, я сегодня назвал ее следующим образом. Помоги мне молиться, Господи. Помоги мне молиться. Я хочу акцент сделать, друзья, не на слове помоги, а на слове молиться. Но помоги тоже присутствует. И заметьте, здесь не просто там Господи, там я не знаю как, или Господи, помоги мне молиться. То есть помоги мне начать жить этим состоянием. Помоги мне, чтобы молитва, она была моим дыханием, она была моей жизнью. На самом деле, я знаю, что многие люди, ну, наверное, я даже, не наверное, а я к ним относился раньше очень сильно. Знаете, будучи таким прагматичным, я очень всегда верил в то, что то, что ты можешь сделать, значит гораздо больше, чем ты можешь помолиться. Но это пока ты не сталкиваешься с вещами, которые ты не можешь сделать. А их очень много, поверьте, их очень много. И я тогда понял, осознал, и я согласился, не просто согласился, я глубоко внутри себя осознал значимость молитвы. На сегодняшний день я абсолютно убежден, абсолютно убежден, что бы мы не хотели в этой жизни изменить, его невозможно изменить без молитвы. Просто если там, это знаете, это как в математике умножать на ноль. Есть у кого-нибудь хорошо с математикой? Скажите мне, какое число можно умножить на ноль, чтобы получилось много? Никакого. Так вот, отсутствие молитвы любые ваши действия умножает на ноль. Понимаете? Любые действия, самые сильные действия, самые активные, самые вовлеченные, самые смотивированные, самые, ну, самые-самые-самые действия. Знаете, я всегда в этом, у меня всегда, когда я говорю об этом в контексте молитвы, я всегда вспоминаю Давида и Голиафа. Давид это был человек молитвы, Голиаф это был человек силы. Давида умножили на Голиафа, остался Давид, а где Голиаф, его нет. Это не означает, что молитва, она работает без дел, нет, это еще одна фикция, это еще одна такая, знаете, профанация или миф, который мы себе придумываем. Я могу молиться и ничего не делать. Если вы будете молиться и ничего не делать, у вас будет, знаете что, вы будете очень духовный человек, но при этом очень голодный. Надо еще и трудиться, но без молитвы ничего не получится. Поэтому сегодня хочу говорить на тему, Господи, помоги мне молиться. Да, безусловно, друзья, еще раз, я понимаю, что у каждого из нас бывают сложные времена, когда речь заходит о молитве. Я даже записал одно место из Писания, 21 Псалом, 16 стих. Может быть, кто-то из вас сегодня, вы узнаете себя в этом стихе как раз. Здесь написано такое, сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Я хорошо помню этот момент, когда ты молишься, я не знаю, может быть, у вас такого не было, но у меня был момент, когда я помню, я сел, я открыл Библию, я читаю, буквы складываются в слова, слова складываются в предложения. Только все эти предложения смысла никакого не имеют для меня. Я пытаюсь молиться, я осознаю, что если я есть Бог, а слово, оно, знаете, оно не вылетает дальше твоих губ. У кого-нибудь было такое состояние, когда вы молились так? И я знаю, многие, они в этот момент, они пренебрегают, говорят, да, не надо. Я так молился почти полтора года, продолжал молиться. Ну вот так, ну вот так. Значит, сегодня так. Значит, ты сегодня проходишь какое-то состояние. Вот, я не знаю, как у вас, но у меня вот это состояние, я его когда увидел в этом 21-м псалме, думаю, боже мой, все, это точно, вот, бывало у меня такие моменты. Сила иссохла, у тебя нету силы. То есть ты как, ну вот, у меня такое, сегодня мне 47, я помню, я начал заниматься, когда мне было так 14 лет, я помню, был момент, когда в определенный вес ты берешь, и ты так поднимаешь его. А сейчас, ну, другая сила, и знаете, я беру сейчас, подхожу к этому весу так, поднял его так, я понимаю, не подниму, сила иссохла. Вот столько ты не поднимаешь, ты не можешь просто поднять, ты умом говоришь себе, я могу, а твое тело говорит, нет, нет, ты не можешь. Кто-нибудь из вас в детстве садился вот так на пистолетик без помощи, да? Сядешь? Не, поверь мне, нет, если не тренировался, не сядешь. Я пробовал, я пробую, я пытаюсь, так не выходит, как в детстве. Потому что просто твоей силой иссохла. Я к чему веду, что в молитве иногда тоже так бывает, и у тебя так получается, но это не страшно. Я сегодня хочу, друзья, вот именно, чтобы мы научились быть христианином молитвы в любые сложные времена. Давайте откроем одно место из Библии, Евангелие от Матфея, 26 глава, с 40 по 41 стихи. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 40 по 41 стихи. Итак, и приходит к ученикам, и находит их спящими. Вот иногда нужно останавливаться в Библии и задавать себе вопросы. Почему они спали? Кто-то скажет, устали. У кого бывает такое, что вы не молитесь, потому что устали? Видите, оказывается, такое тоже бывало. Почему они могли еще спать? Возможно, потому что была какая-то духовная атака, и такое бывает. Возможно, потому что давление, и такое бывает. Разные причины бывают, друзья. Но факт мы читаем, Иисус приходит, Он просил их стихом ранее, Он просит, друзья, могли бы вы бодрствовать вместе со мной? Он о молитве говорил. А они спящие. И говорит Петру, так ли не могли бы вы бодрствовать один час со мною? 41 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Друзья, эти слова Он адресовал, поверьте мне, не только к апостолу Петру, Он адресовал эти слова также к нам. То есть 1 стих, 40 стих, говорит нам о том, что иногда бывает так, что мы спим, а 41 Иисус, сам Бог отвечает нам, говорит, что, друзья, бодрствуйте, все равно бодрствуйте, все равно молитесь, все равно молитесь. И именно об этом я бы хотел, чтобы мы как раз сегодня с вами и говорили, чтобы эти выводы сегодня для нас дошли. Я записал для себя такой слайд, хочу вам, можно слайд вывести о молитве? Я записал для себя и для вас, записал такое определение молитвы, которое я бы хотел, чтобы вы где-то себе зафиксировали, подумали над ним, потом поразмышляли. Молитва – это действие, в котором мы и весь наш внутренний мир переживают встречу с Богом настолько близко и реально, что изменяются наши основы, ценности, на основании которых мы живем. Друзья, молитва, смотрите, это действие, в котором весь наш внутренний мир переживает. Знаете, кто переживал когда-нибудь о чем-нибудь? Сильно-сильно-сильно переживали, так что аж спать не могли. Бывало такое? Вы засыпаете, и у вас как будто в бреду, вы просыпаетесь, вас просыпает, снятся кошмары, вы не можете уснуть, вы ложитесь опять. Ночь накануне экзаменов, кто помнит? Госэкзаменов, защита диплома. Боже мой. Я утром проснулся, я думаю, господи, как перенести эту защиту диплома, потому что все пропало. Это страшно, это состояние непонятное. Так вот, друзья, молитва – это примерно состояние… Молитва, молитва Божия, это состояние, когда весь твой внутренний мир, весь твой внутренний мир. Это молитва, в которой нет вайбера, это молитва, в которой нет фейсбука, это молитва, в которой нет инстаграма, тиктока. Его нет. Молитва это состояние, когда весь твой внутренний мир переворачивается с головы на ноги. И именно это говорил Иисус, обращаясь к ученикам. Он говорил, можете ли вы со мной в этой молитве пробыть? Вы знаете, Библия говорит нам в 44 стихе 22 главы Евангелия от Луки о том, что когда он молился, капли пота его были, как капли крови. Это происходит, когда у человека есть сильнейшие такие, знаете, микроинсульты подкожные, когда маленькие сосуды, которые находятся под кожей, они лопаются, и эта кровь выступает. Это как кровоизлияние. Кто видел в глазах? Иногда бывало такое глазное давление избыточное, и в глазах сосуды лопаются. Вот там эта кровь выливается. Так вот, у него были сильнейшие кровоизлияния. То есть, в этот момент Иисус не спал точно. И Бог, когда Он говорит о молитве, когда Иисус говорит, помните о том, что бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, Он говорит именно о молитве еще раз. Когда весь внутренний мир переживает встречу с Богом. Весь внутренний мир. Оказывается, молитва, друзья, это не просто отбарабанить. Да-да-да, Господи, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Тра-та-та-та-та-та-та. Нет. Настоящая молитва, друзья, она в Боге происходит. Она происходит с Богом, она происходит в Нем, и Он в этот момент происходит в нас. Это мощнейшее соединение, которое должно иметь место в жизни христианина. Я скажу вам так, возможно, кому-то из вас, возможно, после этой проповеди вы захотите заново познакомиться с молитвой. Возможно, именно молитва, она станет для вас, вау, я бы хотел это открыть для себя. И именно этого, я уверен, убежден, абсолютно сегодня хочет Бог, поэтому тема проповеди, друзья, так и называется. Помоги мне молиться, Господи. Молитва, друзья, она именно по этой причине, что она переворачивает весь наш внутренний мир, поймите, она всегда была, есть и останется под особым пристальным вниманием дьявола. Знаете, я для себя записал такую одну мысль. Усыпить и расслабить, чтобы обездвижить и уничтожить христианина. Это одна из наилюбимейших тактик дьявола. Заметили, как только вы начинаете молиться, кто когда-нибудь молился лежа в постели? Господи, Господи. И утром ты просыпаешься, Господи. Он хочет тебя усыпить. Я не говорю, что это плохо. Ну, хорошо, если вы хотя бы так молитесь. Это тоже, кстати, неплохо. Хоть так молитесь. Ну, вообще-то, друзья, молитва. У меня как-то жена, я помню, сбрасывает мне проповедь. Она говорит, слушай, я хочу, чтобы ты послушал классная проповедь. Что ты думаешь? Я говорю, все, да, надо послушать. Я включаю проповедь перед сном. И она мне через пару недель говорит, ну, как ты послушаешь? Я говорю, не поверишь. Я говорю, на пятой минуте. Все еще на пятой минуте. Я говорю, ну, я не сдаюсь. Я понял потом, мне нельзя слушать проповеди перед сном. Ну, просто их нельзя вообще мне слушать. Потому что они какое-то на меня потрясающее воздействие оказывают. Так бодрят, что аж засыпаешь. У кого такое? Не я один такой? Есть у кого-то такое? Ой, как хорошо. Особенно Дэвид Вилкерсон. Ой, там такой переводчик классный. Боже мой. Так вот, друзья, чему я веду? Что усыпить, усыпить это одна из стратегий. Первое послание Петра, пятая глава, восьмой стих говорит нам. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Помните, с чего я начал? Что иногда не хочется молиться. Почему? Уныние, уныние, уныние. Так вот, апатия и уныние, друзья, это одно из мощнейших инструментов, которым дьявол пытается уничтожить молитвенную жизнь. Потому что он знает, что если он уничтожит, если ему удастся уничтожить твою молитвенную жизнь, дальше ты продвинешься ровно настолько, насколько у тебя есть силы. А силы у нас очень ограничены. Понимаете? Что делать молитву? Вообще, если так вот абстрагироваться, если бы меня попросили привести пример, я бы примерно сказал вам так, что молитва это то, куда ты реально продвинешься. Вот так скажу. Вот ты дальше не сможешь продвинуться, чем ты продвинулся в молитве. В физическом, в этом мире, дальше продвигаться у тебя не получится. Это просто невозможно. Это... Еще один пример приведу. Когда-то, я помню, давно-давно-давно мы делали ремонт, это было 20 с чем-то, 30 лет или больше уже даже лет... Да, какой 30? 40 почти лет назад мы делали ремонт, папа, я принимал участие в квартире. И тогда еще не было перфораторов. Может, они и были, но у нас не было его, во всяком случае. И тогда были, кто помнит, вы знаете, есть такие победитовые сверла. Знаете, для чего они? Для железобетона. Но они были очень дорогие. И не было денег, на самом деле. И я помню, железобетон у нас было это так. Папа мне говорил, давай, бери. И там какая-то штука, я не помню, как она называется уже, железная такая штука, штырь. Ты берешь этот штырь, папа сверлит, а я такой, бу-бу-бу-бу, бью. Вот три удара сделал, немножечко раскрошил, он сверлит. Опять, три-четыре удара сделал, раскрошил, он сверлит. И вот так вот сверлил. Много дырок сверлили. Кто в курсе о ремонтах, дырок там много сверлить надо. Руки у тебя вот тут, вот постоянно, вот тут все в синяках. Потому что это же попасть еще надо по этой штуке. Она такая тоненькая, как мизинчик. По ней еще попасть надо, она остренькая. И все руки избиты. И я вам хочу сказать, молитва примерно, как вот это вот пример. Вы понимаете, если ты не пробил, ты сверли, там можно сверлить, ты будешь сверлить, а потом оттуда дым идет, потом сверло становится красным, потом воняет очень сильно, и оно ломается или сгорает потом, все. Ничего не работает. Ты не можешь пробить эту стену. Единственное, что может ее пробить, друзья, это вот эта молитва. Только молитва, она пробивает эти стены. Ну, не может ничего, вы не пробьете ничего. Вы не можете ничего, но ты не можешь, своими силами у тебя просто не получится пробить. Только в молитве, когда ты приносишь перед Богом эту проблему. Когда Он. Молитва это место, где ты позволяешь Богу войти в эту проблему раньше, чем ты с ней соприкоснешься. Вот так скажу. Итак, друзья, теперь мы подошли к самому главному. Я хочу открыть еще одно место из Писания, и мы это сегодня сделаем с вами базис, основа. Это будет сегодня такое небольшое учение о том, как же молиться по-настоящему так, чтобы никогда не унывать. Или, возможно, если вы уныли, в унынии находится, то как раз как побеждать? Давайте мы откроем с вами Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 по 4 стихи. Я прочитаю известное многим место из Писания. И попробуем с вами на основании этого местописания разобраться, как же молиться. Итак, случилось, что когда Он, это Иисус, в одном месте молился, видите, Иисус молился. Умел Иисус молиться? Умел. Знал ли Он что-то о молитве? Знал. Можем ли мы что-то почерпнуть из Его слов? Можем. Он молился. И перестал. Один из учеников Его сказал Ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Смотрите, Он обращается и говорит, Господи, нам нужно это. Нам нужно научиться молиться. То есть, другими словами, что Он сказал? Мы знаем о молитве. Как вы думаете, если Он просил о том, чтобы научить молиться, Он знал о молитве? Конечно, знал. Видели ли они Иисуса молящимся? Видели. Они пробовали, я уверен, и сами тоже молиться, но они поняли, что что-то не срастается. В общем, их молитва не похожа на молитву Иисуса Христа. Как-то по-другому все получается. И вот здесь, в этот момент, Он им говорит, Господи, научи нас молиться. Он сказал им, когда молитесь, говорите. Вот, кстати, откуда пошло это такое, знаете, общераспространенное убеждение о том, что молитва Отче наш, это прям нужно ее зазубрить и так далее. Не, вы можете, конечно, это в принципе неплохо, но я бы рекомендовал вам лучше вместо, есть более действенная молитва. Знаете, какая? 118-й Псалон. Можно на память. Да. Только на память. Это более действенная молитва. Кто не читал никогда Библию, и кто редко ее читает, вы сейчас не понимаете, я уверен, почему люди смеются. Откройте 118-й Псалон дома, и вы поймете. Там столько стихов, это самый длинный, почти 200 стихов, вы понимаете? То есть, короче, наизусть не выучишься, это не Отче наш тебе. Поэтому, если вы верите в молитву Отче наш, то я вам говорю еще раз, есть более действенная молитва, 118-й Псалон. Выучите его. Так вот, друзья, это Он говорит, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Друзья, в этом стихе, в этом стихе есть 7 пунктов, на которые я хотел бы обратить наше с вами внимание. Наше с вами внимание. Итак, первый пункт. Отче наш. Смотрите, Отче наш. Что это за пункт? Смотрите, я хочу обратить ваше внимание. Невозможно победоносная молитва христианина вне переживания им Божьего присутствия. Если христианин не переживает Божьего присутствия, молитвы не получается. Это как бы объяснить вам, это как жениться без невесты или без жениха, понимаете? Вот свадьба, на которой присутствует один жених. Пришел в ЗАГС и говорят, здравствуйте, мы всех приветствуем, мы собрались по прекрасному поводу, вот наш жених и наш жених. Все, один. Вы понимаете, невозможна молитва, она невозможна. Поэтому, что здесь, когда мы говорим, Отче наш. Я приведу вам такую интересную историю, расскажу точнее. Когда мы поехали миссионерами в Америку, и мы начали церковь. И в церковь приходят люди где-то так, ну, непросто, потому что языковые барьеры. И я помню момент, мы жили в таком небольшом городке, такой коттеджный городок, снимали там квартиру. И там был один парень, как комендант, если хотите, хозработник. Он перекрашивал там что-то, ремонтировал. Дэвид. И я помню, я два года уже, два года на протяжении двух лет, я ему все время говорю, Дэвид, привет, привет. А у нас церковь, чтобы вы понимали, вот у нас перекресток так. С одной стороны мы живем, с другой стороны улицы церковь, и на третьей стороны улицы школа, там где у нас Илюша учился. То есть до церкви, от его дома, он там же жил, от этого дома до церкви, 54 метра. Просто вышел и перешел. Мы проводим собрание в воскресенье, там в 10 утра начинается. В 10 утра он не спит, я его вижу, в 8 он уже ходит. Он ничего не делает, в воскресенье это выходной, и я никак не мог понять, два года, почему он не приходит. Ну, я ему приглашаю, проповедую, рассказываю. Он, да, он вопросы задает, слушает внимательно, соглашается со всем, и никогда не приходит. И вот однажды, я помню, мы как-то, была жара такая, лето тоже, там был бассейн, я Илюху взял, так мы идем вместе с ним что-то там, обнял его, разговариваем, а он мимо проезжает на гольфтележке такой, он там возил свои инструменты, и так тормозит, говорит, Андрей, можем с тобой встретиться? Я говорю, давай, я сейчас с Илюшей схожу в бассейн, покупаемся, а потом с тобой там возле бассейна и пообщаемся, окей, да, все. Через час он приходит, и я смотрю, он приходит навстречу, и он такая толстенная тетрадь, блокнот такой, знаете, толстый, с толстым блокнотом, и он говорит, у меня есть много вопросов, которые я хочу тебе задать, я все время хотел, но теперь хочу задать их тебе. Окей, давай. Говорю, только давай вначале помолимся. Давай. Я говорю, закроем глаза, давай будем молиться. И вот молитва очень простая, примерно, недословно, примерно молитва звучала так. Я говорю, Господи, я знаю, что ты ближе к нам, чем кожа нашего собственного тела, ты ближе к нам, чем наша кровь, которая течет в наших венах, ты ближе к нам, чем внутренность нашего сердца, ты здесь, ты рядом, ты никогда не оставляешь, не покидаешь, ты наш отец, ты всегда рядом со мной. Я прошу тебя сегодня, будь вместе с нами, также в этом разговоре, благослови нас, рядом с нами, переживай это, направляй, веди и так далее. Я говорю, аминь. Я заканчиваю молитву, открываю глаза, примерно, чтобы вы понимаете, картина такая, у него открытая тетрадь, там много вопросов, смотрю, записано. Его действия, он берет так тетрадку, закрывает, откладывает в сторону, говорит, у меня больше нет никаких вопросов. Я говорю, в смысле? И он мне рассказал историю. Он говорит, я с детства был воспитан, вырос, он говорит, в католической семье, в католической церкви, в школе, которая была при католической церкви, говорит, и нас там учили о том, что вот эта молитва, отче наш, говорит, что он где-то там и когда-нибудь, может быть, он тебя услышит. Говорит, потом я сталкивался на протяжении жизни со многими проблемами, и я всегда понимал, что я один на один с этими проблемами. И Богу, если честно, говорит, мне начал оказаться со временем, он говорит, с годами, я начал понимать, что Богу вообще дела нету до моих проблем. Он где-то там, знаете, он как папа, который вот когда-нибудь придет, знаете, как это говорят, у тебя папа космонавт, ему дали 17 лет сидеть в космосе открытом. И вот папа 17 лет в космосе, летчик-испытатель, он все летит и испытывает самолеты. Понимаете, да, о чем я говорю в детстве? И он говорит, сейчас, когда мы сели с тобой, ты начал говорить, ты начал молиться, и я вдруг понял о том, что он не там, а он здесь. И говорит, все мои вопросы, все, у меня даже не вопросы, говорит, у меня полная книга претензий к Богу. Потому что у него действительно там очень тяжелая история, когда было две недели его ребенку, который родился, жена просто оставила ребенка, пока он был на работе, оставила записку, говорит, я ушла, мне не до вас. И говорит, я сам воспитал этого ребенка до 20 лет, классного парня воспитал, говорит, у меня куча проблем было, говорит, я работал на трех работах, говорит, вот так, одной ногой качаю, говорит, здесь крашу стены. И говорит, я молился всегда, меня научили, говорит, а я молюсь, говорит, я понимаю, что ему дела до меня нет, и у меня куча претензий к Богу. Так вот, друзья, вот этот слайд можно, отче наш, когда Иисус говорит, отче наш, я хочу, чтобы мы с вами поняли, если ты молишься и в начале молитвы ты не осознаешь о том, что Бог рядом с тобой, я хочу вам сказать, эта молитва скучная, грустная, нудная, противная и бесполезная. Потому что нету рядом с тобой, куда ты ее обращаешь, что ты делаешь, это то же самое, как сказать абракадабра или там кекс-бекс-фекс. Ничего это не работает абсолютно, если в начале ты не осознаешь, он рядом с тобой. Смотрите, с него она начинается, в нем и в Боге, только в Боге, в его присутствии она может происходить. Как? Всегда людям говорю, представьте себя, что Бог вас обнял. Вот, ваша молитва начинается с того, что он вас обнял. Вот он, все, он рядом, все, он тебя обнял. Все, вот он меня обнял. Хотите, обнимите себя, если хотите. И вот просто поймите, что он вас обнял, он рядом. Там, заметьте, он говорит, отче наш, не мой, а наш. То есть, он говорит, он каждого из вас, он рядом с вами, он рядом с вами. Сегодня ты проходишь через трагедию, он рядом с тобой. Сегодня ты проходишь через проблему, он рядом с тобой. Сегодня у тебя неописуемая радость, такая неописуемая, что ты уже просто не описуешься. Понимаете, он рядом с тобой. Он рядом с тобой. В этом смысл молитвы отче наш, вы понимаете? Об этом вообще эти слова. И любая молитва, друзья, если вы действительно хотите никогда не унывать, пусть ваша молитва всегда начинается с этого. Знаете, я много раз испытывал этот момент, когда ты начинаешь, я всегда представляю, что он рядом со мной. Признаться вам, очень часто бывало так, что моя молитва, она дальше этого пункта и не уходила, потому что это бы так классно. Это так хорошо, когда ты знаешь, что он рядом с тобой, что в принципе ничего больше и не хочется-то. В этот момент, сразу вам признаю, я бывало такое, я вначале, я настойчивый, я вначале, у меня список есть такой в голове, что я хочу сказать Богу. И когда ты в этом состоянии, список теряется, потом думаю, не буду сдаваться, я его на бумагу. И вот ты стоишь в этом состоянии, а тебе вообще не до этой бумаги. А потом я перестал уже пытаться это делать. И ты просто в этом состоянии, когда ты знаешь, что он рядом с тобой, когда ты переживаешь его присутствие. В Библии написано, что Бог прежде нашего моления и прошения, что? Он знает наши нужды. Он знает, оказывается, наши нужды. Вопрос, а зачем тогда ему молитва? Друзья, молитва нужна не ему, молитва нужна нам. Еще раз повторюсь, мы думаем, что молитва это многие христиане, я убежал, ну, может вы так не думаете, но, как объяснить вам, по отношению, я бы сделал вывод, что для многих людей, для многих верующих, молитва это некая духовная абракадамбра, которую нужно обязательно произносить. Без которой, как бы, не получается у нас с Богом. Я хочу вам сказать, друзья, еще раз, молитва это то, что позволяет нам, вот сейчас вы поймете, дальше, когда мы будем идти по этой молитве Отче наш. Поэтому первое, с чего стоит начинать молитву, чтобы никогда не унывать, это с переживания Бога. Второе, друзья, Отче наш, сущий на небесах. Вы знаете, есть одна проблема. Проблема эта заключается в следующем. Большинство из людей абсолютно убеждены, что Бог большой, но с моей проблемой ему не справиться. Еще раз, большинство верующих людей, они так не думают, но они ведут себя так, как будто Бог настолько большой, что он может все, но с моей проблемой ему надо помочь. Чем это устраняется? Это устраняется, друзья, прославлением. Почему мы всегда в начале служения славим Бога? Сегодня прекрасно, я не знаю, я вообще теряюсь всегда в прославлении. Мне ничего не хочется в этот момент. Я просто каждое слово пропускаешь через свое сердце, и ты славишь его. Сказать по правде, после этого я вообще не понимаю, зачем молиться. Потому что, как бы объяснить. Давайте так скажу, сейчас с другой стороны зайду. Кто из вас когда-нибудь так горячо молился, прям сильно-сильно молились? У меня вопрос. Когда вы сильно и горячо молились, вы верили, что в конце этой молитвы Бог ответит? Верили? Тогда у меня вопрос к вам. А он что, без вашей молитвы не мог ответить? Ой. Это что, не молиться? Нет, молиться надо, подождите. Но вопрос. Он может решить проблему, о которой вы молились, без вашей молитвы? Или прям он такой всесильный, что без вашей молитвы ничего не может? Может. Вопрос тогда, зачем тогда молиться? Я вам объясню, друзья. На самом деле, слушайте внимательно, почему он говорит, сущий на небесах. То есть он говорит, ты тот, который заполняет собой все вокруг. Ты тот, который заполняет собой все, что может только существовать. Это, на самом деле, в первую очередь для того, чтобы мы чуточку стали меньше, чтобы мы чуточку перестали, друзья, быть уверенными в том, что именно мы определяем, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, что нужно, что не нужно. Что Богу делать, чего Ему не делать. Слышали когда-нибудь такое выражение? Если ты хочешь рассмешить Богу, расскажи Ему о своих планах. И часто мы используем ведь молитву для того, чтобы рассказать Богу о планах своих. Но Бог говорит, молитва, это когда молитва начинается не в тот момент, когда вы начинаете Ему со своего списка тарабанить молитвенных нужд. Нет, молитва начинается в тот момент, и она по-настоящему, она достигает глубины нашего сердца, когда мы начинаем славить Его. Вот почему, друзья, в церкви всегда все начинается с прославления и поклонения Богу. Сейчас мы до этого дойдем. То есть, друзья, своими словами можно превозносить Его в песнях, в утверждениях Его величия. Я всегда начинаю молитву, не всегда бывает хочется петь, иногда хочется, иногда не хочется. Я всегда начинаю, говорю, Господи, Ты велик, Ты могуществен, Ты превознесен. Ты вообще держишь весь мир в своей руке. Все местописания, все утверждения, которые вы видели в Библии, напомните себе, не Ему, Он и так в курсе о них. Себе напомните, потому что, друзья, обращаемся мы с молитвой к тому Богу или к такому Богу, который вы видите в своем сердце. Вот почему многие люди, они унывают, они не видят смысла в молитве. Конечно, а зачем молиться тому, кто не может решить твою проблему? Зачем молиться и обращаться к тому, кто меньше, чем твоя проблема? А Бог, друзья, Он величественный. Кто-то скажет, ну тогда, если бы Бог решал мои проблемы, я бы видел это. Нет, друзья, нет. Помните такое выражение, говорит, если не поверишь, не увидишь, а Бог, люди говорят, если я не увижу, я не поверю, а Бог говорит, не поверишь, не увидишь. Вы понимаете, Бог уникальный, Он знает то, кто Он есть, и Он знает, что Он может делать, и Он знает, что Он будет делать, но Он хочет, чтобы мы доверились Ему. Он хочет, чтобы мы научились быть вторыми. Он хочет, чтобы мы научились следовать за Ним. И этому нас учит молитва. Молитва, повторюсь еще раз, в первую очередь, не для того, чтобы отторобанить Богу, что нам нужно, и получить это в ответ. Не об этом молитва совсем. Молитва для того, чтобы наше сердце, в первую очередь, сокрушилось. И вот это, друзья, поклонение, прославление и поклонение, это то, что смиряет наше сердце, сокрушает наше сердце. Следующий пункт, следующий пункт, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, это поклонение. Поклоняться Богу, научиться поклоняться Богу всем своим естеством. Вы знаете, мы как те люди, знаете, Господи, все могу, только давай я тебя чуть-чуть поддержу. Как Оза, помните, какой? Тут едет ковчег, Божьего присутствие, Бог едет, и тут наклоняется телега, ковчег сейчас упадет, и Оза, духовный Оза. Знаете, как он, представьте, какой духовный человек, как он любил Бога. Он решил поддержать, чтобы ковчег не упал. Кто мне напомнит, что сделал Бог с Озой? Поразил его, убил его. Знаете, за что? Потому что он, как бы объяснять вам, знаете, как всегда, говорит, Господи, верю, но помоги моему неверию. Что делает поклонение? Поклонение позволяет всей нашей сущности раствориться в Боге. Я вообще, если честно, признаюсь, я сегодня убежден, что мы живем во время, когда большинство людей, мы живем наполовину. Я не знаю, у вас никогда не было такого ощущения, что вы не живете на всю, ну, на полную катушку. У кого-то бывает такое ощущение? Я вам признаюсь, вот, есть много вещей, которые в моей жизни произошли. Были хорошие вещи, были ошибки какие-то неправильные, всякое бывает, это жизнь. Есть одна вещь, о которой я действительно сожалею. Я ничем не сожалею, 47 лет ни о чем не сожалею. Есть одна вещь, о которой я сожалею, с каждым годом я сожалею они все больше и больше. Я сожалею о том, что в какие-то моменты времени я ехал на 30 или жил на 30 или 40 или там сколько-то процентов. Знаете, о чем я говорю? Когда ты понимаешь, что ты можешь больше, но ты делаешь сознательный выбор этого не делать. Так вот, что делает молитва? Когда ты приходишь в молитве к Богу, и ты по-настоящему хочешь действительно молиться, поклонение приводит тебя в то место, еще раз, когда ты начинаешь поклоняться Богу всем своим естеством. Когда тебя нету, но есть Он. Бог другого поклонения, Он не приемлет. Вот в чем дело. Только то поклонение, когда ты всем сердцем, помните, написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всею крепостью, всем разумением твоим. Он говорит, то есть буквально все, кто ты есть, просто возлюби Его, то есть принеси на этот алтарь, отдай Ему. Учитесь отделять себя, свои проблемы и обстоятельства, свои переживания от того, кем является Бог. Я разговаривал, вот вчера буквально у меня был пятница, да, вчера был разговор с одной сестрой, она вообще в другой стране живет, и она говорит, пастор, у меня жизнь плохая. Я говорю, в чем проблема? Говорит, у меня жизнь, есть такое выражение, знаете, у, давайте скажу так вначале, у нее тревожная очень жизнь. А другими словами, она говорит, я на изжоге живу постоянной. Испытывали изжогу? Кто-то испытывал изжогу? Это когда внутри все печет, и все время хочется что-то съесть, чтобы утолить эту жизнь, а только хуже становится. И вот она говорит, я все время живу, у меня все время тревожность. Я говорю, а почему? Говорит, вы понимаете, я об этом думаю. Говорит, думаю, 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 тревожусь. Потом начинаю об этом думать, еще больше тревожусь. Говорит, я вообще никогда, для меня нормальное, хорошее состояние, это все время о чем-то тревожиться. Говорит, вы понимаете, я никогда не бываю в спокойном состоянии. Почему так происходит, друзья? Многие из нас, мы не умеем отделять себя от проблем. Я задам вопрос. У кого-то из вас бывали, может быть, или есть проблемы, которые просто поглощали все ваше мышление, естество и всю тревогу? Бывало такое у вас? Что вы ни о чем другом думать не можете? Иногда даже в туалет ходить не можете нормально, у вас кушать не хочется или наоборот бесконтрольный жор наступает. Просто вы понимаете уже умом, что не надо делать, а все равно не можете ничего сделать. Что это означает? Это означает, что вы позволили этой проблеме, эта проблема поглотила вас. Так вот, если вы хотите получить действительно действенный рецепт, как от этого избавиться, прийдите в поклонение Богу. Ты не можешь поклоняться Богу по-настоящему, поклонение это же не просто песенки медленные, знаете. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И знаете, вот это вот состояние, когда тебя всего трусит внутри, не снаружи, а внутри тебя трусит. Ты не можешь, мы не умеем отделяться. Мамы, знаете, как мама молится с маленькими детьми? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот так молятся все время. А ты по-другому не можешь, кто-то скажет. Так что это, безответственно? Нет. Станьте героиней, сделайте чудо. Доверьте детей вашему мужу, пока вы поклоняетесь. Он не тупой. Ну как-то же, он принимал участие? Он не тупой. Он сумеет с ними справиться. И, послушайте, если вы в поклонении полностью доверитесь Богу, это не означает, что весь мир остановится. Это не означает, что все. Вот понимаете, вот это состояние, женщины, сестры, понимаете, о чем я говорю? Состояние, когда тебе нужно потеряться полностью в Боге. Вот почему вообще, это, кстати, одна из причин, по которой мы имеем общее собрание в субботу. И почему детей уводят на поклонение. Вы никогда не задумывались, почему детей забирают на поклонение, на детское служение. Не потому, что им нужно детское служение. Мы вас хотим освободить. Чтобы вы не сказали в очередной раз Богу, Господи, ты же понимаешь, ребенок, которого ты мне дал, я же за него беспокоюсь очень сильно. Я помню, однажды моя сестра, ой, сестра, жена, мы в Америке тоже были, и одна девушка, у нее трое детей. И она все время, знаете, вы знаете, дети, вы знаете, я не могу, потому что дети, дети. Это надо знать мою жену, она такая спокойная, она вообще никогда ничего не говорит. А тут я смотрю, ее так прям распирает, и она выдает такую, база называется, выдает базу этой сестре. Она говорит, ты знаешь, дети это благословение от Бога. Говорит, но если оно тебе очень сильно мешает, он может его и забрать. Понимаете, женский вот этот, все, все, ты на святое покусилась. А на самом деле, что она хотела сказать ей всего лишь навсего, она хотела сказать, что слушай, ну не могут дети занимать всю твою жизнь. Понимаете, друзья, если досвятится имя твое, то есть, Господи, что такое светиться? Отделиться, отделиться, да отделиться имя твое. Ты, Боже, будь отделен для меня, научиться отделить проблемы ради Бога, чтобы к Нему проникать, вы понимаете? К Нему, с Ним быть вообще, побыть с Ним, побыть с Ним. Следующий пункт, который мы еще видим в этой молитве «Отче наш». Да приидет царствие твое, да будет воля твоя. Вот здесь, друзья, начинается самое глубинное действие молитвы. Вы знаете, друзья, что никто не бывает так прав, как мы правы? Кто заметил это? Кто замечал это? Вы замечаете, что люди ссорятся и спорят? У меня вопрос, как вы думаете, о чем люди ссорятся и спорят? О том, в чем они согласны, или о том, в чем у них разногласия? Не слышал? Разногласия, правда? Мы спорим о разногласиях. Друзья, вы понимаете, почему иногда мы говорим, я не вижу смысла молиться. Я столько молился, и ничего не произошло. Смотрите, что здесь? Именно тут начинается само действие молитвы. Признание того, что видит Бог, и что значимо для Него выше и больше, чем то, чем того, что значимо для меня. Вот в этих словах сокрытый смысл расположить свое сердце таким образом, чтобы то, что видит Бог, оказалось более значимым для меня, чем то, что вижу и думаю я. Оказывается, по факту, это очень сложно бывает. Очень сложно бывает. Я вам приведу такой один пример. Когда я покаялся, мне было 19 лет. Мы с моей женой поженились, когда там 24, там чуть-чуть было за 24 буквально. И, конечно же, как и все, знаете, как и все неженатые, я пришел, и я слышу проповеди, учения о том, как правильно строить христианскую семью. Я думаю, Господи, мне уже 21 год, я хочу жену. Так сильно хочется семью. У меня свои представления, конечно, тогда были о том, чего я хочу, но суть не в этом. И, знаете, в какой-то момент времени, мне было, по-моему, 23 года где-то или что-то такое в этом роде, и появилась, вот я помню, появилась одна сестра в церкви. Боже мой, знаете, у каждого из нас есть какие-то стандарты. И вот, все, это вот вообще мой стандарт, все, класс, так здорово, все, я подошел, мы пообщались, и оказывается, я и понравился, и все классно. И я помню этот момент, но меня всегда научили, говорят, что прежде вообще-то, если мы читаем Библию, то Бог привел к Адаму Еву, вы знаете об этом. И мы верим в то, что нужно, прежде чем ты женишься, мы в церкви, мы проповедуем, мы учим об этом, у нас есть целый курс, называется, анатомия брака, анатомия семьи. И мы учим там о том, что тебе нужно молиться, и спросить у Бога, и я помню, я молился об этом. И, знаете, когда ты влюблен, это очень такое странное состояние, у тебя молитва такая примерно, Господи, это же та самая, скажи, правда, да, 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 правда, о, видишь, я же тебе говорил, это та самая, ты что, что ты там говоришь, Господи, помолчи, не надо. Та самая, это та, которую я вот вижу, вот она. Вот сейчас, если зайдет девушка, зайдет первая в дверь, значит, точно она, а в церкви сестер больше всегда, чем братьев, заходит, о, видишь, точно она. Господи, если сегодня будет собрание, воскресенье, то, значит, это действительно она. Конечно, будет собрание, потому что в воскресенье обычно собрание. Господи, если сейчас открою руку, у меня на правой руке пять пальцев, значит, это она. О, чудо, Господи, подтверждение, истина, Господи, глаголю я. Пять пальцев, значит, это она. Вот так я молился примерно, знаете. И иногда Бог, когда ему, ну, когда прям совсем не в моготу, он хочет что-то исправить, он иногда говорит с нами по-разному. Он иногда других людей использовать будет. Пастора, пастор, я как-то одному брату говорю, послушай, не надо покупать сестру подарками. Он мне говорит, пастор, я тут случайно открыл интернет, в интернете, я услышал интервью одного человека, он говорит, не надо покупать подарками девушек. Он говорит, я понял, что вы правы. Я все думал, тюк, так знаю, что я был прав. Это тебе надо было еще кого-то послушать, а я знаю, что их не надо покупать. Потому что девушкам сложно определять, запомните, кто не женат. Если вы начинаете покупать девушку подарками, поймите, она влюбится, но факт ли, что в вас? Обычно девушки очень искренние и честные, но когда ты проявляешь очень много внимания и помощи, они настолько принимают эту помощь с благодарностью и радостью, что они могут влюбиться в помощь, а не в тебя. А жить-то нужно с чем? С тобой. А потом она помощь заканчивается. Обычно мужчины после свадьбы чуток приостанавливают поток помощи, бюджет-то становится совместный. Понимаете? И там она начинает корректировать немного, говорит, хватит. Я помню, как у нее же деньги брать, ей же на подарки. Вообще не в кайф. Все, закончился поток помощи, и тут начинает, а ты кто такой молодой человек? Понимаете? То есть это же неразумно. Но я к чему веду, друзья? Короче, к чему я веду? К тому, что... А к чему я веду? А, да, все, все, я вспомнил, все. Все, 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 все. Такая штука тоже бывает иногда. Вот я вам хочу сказать, никто не будет помнить проповедь, а вот это место все вспомнят. Я вспомнил. Так вот, короче, Бог по-разному говорит с нами. И я помню, я заснул, просыпаюсь, во сне мне снится, что якобы сцена, и на сцене там пастор, который объявлял помолвки, он говорит, а сейчас у нас в церкви будет помолвка, открывается занавес, и там сидит эта девушка и какой-то другой парень. Я в этом сне так просыпаюсь в холодном поту и возмущенный, а внутри чувствую, что Дух Святой со мной говорит. И знаете, почему он во сне? Потому что во сне у меня нету возможности сопротивляться. Вы когда-нибудь пытались управлять своими снами? Это бесперспективно, бессмысленно. И Бог иногда будет говорить тебе во сне, но поймите, если уже Бог говорит вам во сне, то это значит, что вы уже долго-долго давно и косячите. Вы не хотите его слышать. И вот он мне во сне проговорил. Я помню, я хожу, знаете, это состояние, смотрите, друзья, когда ты начинаешь признавать о том, что Бог знает лучше. Я ходил недели две, потом, помню, позвонил, говорю, давай, увидимся. Увидели в церкви, я говорю, слушай, что-то не то. Я говорю, ну, я не могу, это не так, это неправильно, ну, это не то. Хотя, еще раз говорю, у нас все чисто, мы даже, ну, ничего вообще, мы вместе даже никуда не ходили. Ну, я так, ну, ничего не было. Но я понял, что это не то направление, в котором ведет меня Бог. Понимаете, друзья? Поэтому, что это происходит? Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Это не, мы молимся, Господи, да придет воля, да будет воля Твоя там на Донбассе. Послушайте, на Донбассе будет воля Его и без вашей молитвы. Просто нам нужно понимать, что Он хочет. А для этого, потому что я знаю, что, поймите, вся эта ситуация с войной, это печально, трагедия. Я верю, что Бог видит как-то это вот глубоко, гораздо глубже, чем мы. Он понимает больше, чем Арестович, он понимает больше, чем Буданов, он понимает больше, чем Путин и так далее. Он видит и знает, он знает мотивы. Он знает то, что никогда не будет транслироваться в эфире. Понимаете? И то, что не могут перехватить СБУшники, он все это знает. Он знает мотивы сердца, Библия говорит. И он будет воздавать по мотивам сердца. Я верю в победу Украины, я это знаю. Откуда, друзья? Потому что, когда ты приходишь в молитве, для того, чтобы узнать, какая его воля, ты слышишь, и Бог будет тебе говорить. Бог может говорить тебе относительно твоих детей. Бог будет предупреждать тебя относительно каких-то вещей. Бог будет тебя вести, направлять. Нужно научиться располагать свое сердце. Вот для чего молитва. Вы поняли, для чего Отче наш? Дальше. Следующий пункт. И прости нам долги наши. Господи, помните, это молитва этого? Господи, я же не такой, как этот грешник. Я же хороший, правда? Знаете, я вам хочу сказать, правда заключается в следующем. Каждый из нас, мы по-своему не всегда хорошие. По-своему. Я здесь написал, без сокрушения твоего сердца не может быть и не будет искренних взаимоотношений и жажды общения с Богом. Ну как у меня появится жажда общаться с Богом, друзья, если я все время от Него что-то пытаюсь скрывать? Вообще, это глупо, конечно. Это как мой Артурчик приходит. Однажды я говорю, Артур, не ешь сладкого. Хватит уже, да? Да. Смотрю, взял эту шоколадку и смотрю, пошел на кухню. Подождем 15 секунд. Захожу, стоит за холодильником, раскрыл. Это же не то, что вы не думали, что я не угощаю. Я его очень угощаю, просто уже хватит. Ну, бывает, знаете, такое, когда ты уже понимаешь, что уже хватит. Уже точно там все спопнется скоро, липко. Очень. Я говорю, хватит. А он пошел. Я прихожу, говорю, сынок, ты зачем ешь сладкое? Слушайте внимательно. Папа, я не ем. Стоит, раскрыто. Я не ем. Вот мне иногда кажется, вот так в молитве, когда мы говорим, господи, со мной же все в порядке. Понимаете? Ну, без сокрушения, друзья, не бывает в взаимоотношениях. Я не знаю, как вы, но если есть кто-нибудь, кто больше 10 лет женат, и вы поймете, о чем я говорю сейчас. Я уверен, в каждой семье, которая старше 10 лет сроком, были такие моменты, когда вы понимали о том, что вы попали в какую-то засаду. То есть, что-то сделали, или что-то проходите, какой-то сложный момент. И особенно мужчинам бывает сложно открываться. Знаете, мужчины, мы же такие. Как дела? Все нормально. Как на работе? Все нормально. Как у тебя с той проблемой? Все нормально. А не все нормально, потому что ты спать не можешь. Не все нормально. И знаете, вот этот момент, когда ты доходишь за состояние, когда ты уже знаешь все, ты уже ходишь, уже все, все, все. И жена спрашивает. Я говорю, окей. И начинаешь ей рассказывать. И ты рассказал? Во-первых, как-то легче стало, да? С одной стороны. А с другой стороны, ты чувствуешь сразу вот этот момент. Помните? Как будто вы роднее стали. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Как будто вы стали роднее друг к другу. Когда вы вместе друг к другу открыли. Друзья, почему нету жажды по общению? Почему не хочется иногда молиться? Да потому что не было сокрушения. Слушайте, у нас появляется ценность общения с теми, или с тем, я о Боге сейчас говорю, не с людьми. Не надо это о людях переносить. У нас появляется ценность общения с Богом, взаимоотношения с Ним тогда, когда мы перед Ним способны сокрушаться. Если нету сокрушения, друзья, если у тебя все нормально, все хорошо, все на позитиве, все классно, братья, все хорошо, все хорошо. Не все хорошо. Все не хорошо. Все хорошо не бывает ни у кого. И нам нужно сокрушаться, научиться перед Богом. И тогда, когда ты сокрушаешься, когда твое сердце сокрушено, в этот момент у тебя появляется радость, сладость от общения с Ним, близость общения с Ним, если хотите, появляется. Это очень важно научиться делать. Следующий пункт молитвы Отче наш. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должнику. Вот это очень сложный момент. Господи, я его простил, но я все время помню. Я не злопамятный, я просто злой и у меня очень хорошая память. А так я не злопамятный. Понимаете, друзья, что такое, прощаем должнику. Кто такой должник? Должник это человек, которому мы убеждены, что он нам что-то должен. То есть мы убеждены, правда? Мы. Мы убеждены, что кто-то неправильно поступил. Мы. Мы убеждены. Мы убеждены, что так надо было поступить. Мы убеждены, что так не надо было поступить. Мы убеждены, что он неправильно поступил. Мы убеждены. Скажите, какое здесь ключевое ошибочное слово? Мы. А что Бог говорит здесь? Почему Он говорит? Почему Он говорит, что в молитве нужно научиться прощать должников? Что означает? Это не значит, что если вам кто-то там должен 30 копеек, где-то в буфете попросил у вас 50 копеек и не занес. Это не значит, не надо записывать его в список должников. Благословите лучше человека, слава Богу. Не, ну конечно, если 30 тысяч должен, не прощайте. Ну просто запишите себе, но не держите в сердце. Я о другом сейчас. Кто такие должники? Должник, друзья, это прообраз наших убеждений о том, что мы правы. И именно, если вы подумаете глубоко, проанализируете, то беспокоит нас чаще всего, друзья, не неправота других людей, а наша собственная правота в этой ситуации. Когда мы говорим, смотрите, как этот человек мог так поступить? Что мы другими словами пытаемся сказать? Слушайте внимательно. Как это так, что человек этот не поступил так, как я считаю правильным? Вот что нас беспокоит больше всего, понимаете? Мы даже не допускаем мысли о том, что это мы можем неправильно думать. В смысле я неправильно думаю? Нет, конечно, сейчас кто-то скажет, пастор, только что, если он меня отрубил ногу, я еще и неправильно думаю. Нет, если он отрубил вам ногу, друзья, не, ну не надо в ответ рубить, конечно, но он неправ, честно. Но он неправ. Нет, может, вы перед этим ему руку отрубили? Тогда и вы неправы. Ну, это, конечно, утрирую я, вы понимаете, это шутка, но тем не менее, друзья, что такое мы прощаем должнику? Это изменение моих собственных, видите, в кавычках, правильных ценностей, взглядов и мнений. В молитве, когда молитва доходит до самого основания нашего сердца, она, безусловно, будет что-то менять. Безусловно, мы открываем, нам что-то открывается. Помните, я рассказывал вам эту историю уже не разу, может быть, кому-то сейчас дойдет, о чем я говорю. Помните, если вы женаты особенно, у вас бывали такие моменты, когда ваша жена категорически вас не понимает? Бывали моменты? Ты ей объясняешь, не понимает тебя. Ты вот так ей объясняешь, она не понимает. Это, кстати, общее заблуждение у многих мужчин, они думают, я сейчас ей объясню по-другому, и она поймет. Вообще, запомните, если женщина тебя с первого раза не поняла, то вопрос не с тем, как ты ей объясняешь, а вопрос в том, с каким тоном ты это делаешь. Вообще-то, они все слышат, что вы говорите, они не слышат, как вы говорите. Ну, уже потом, после первого раза. Ну, короче, после очередного, как-то один раз было у меня такое, когда я жене и так объяснил, и так, объяснил, и так. Я уже так, знаете, разжегся, думаю, что же она меня не понимает. И думаю, пойду-ка я Богу объясню, как ей объяснить. Я пошел в тайную комнату, стою, молюсь, говорю, Господи, 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 что же она такая непонимающая? Хотя, на самом деле, еще раз, и Дух Святой так мне в сердце говорит, говорит, слушай, ну, ты же как бы тоже неправ. Вот видите, этот момент, а могу ли ты, можешь ли ты в этот момент понять, что ты должен простить должника? Это как это тяжело. В этот момент даже, знаете, почтение к Богу уходит в этот момент на второй план, благоговение. Нет, Господи, подожди, я сейчас тебе объясню. Почему? Даже вот слова приходят в этот момент, помните, песню, Бог не судит и не был женщиной на земле. Прям слова эти приходят в этот момент. Господи, ты разве не знаешь, что такое быть мужем? Он говорит, прости, то есть сокрушиться, понять. Я помню, я выхожу, говорю, слушай, ты меня прости, я не прав, ну, как-то вот, ну, неправильно, наверное, что-то не так объяснил, прости. Все, проехали, попросил прощения, вернемся к этому через два дня, когда все успокоится. Можно потом вернуться, обсудить вопрос, но в сердце сокрушиться. Вот что важно, это изменить, быть готовым изменять свои собственные ценности. И вот, друзья, смотрите, какой интересный момент. Последний пункт, последний пункт, подходим. И не введи нас в искушение, помните, но избавь нас от лукавого. Что это означает? К этому моменту ты уже изменен Богом, но будучи измененным Богом и вдохновленным Его присутствием в молитве, нам следует целиком доверять Ему нашу будущность и признавать свою полную зависимость от Его силы и благодати. Понимаете, в чем проблема? Очень часто нам кажется, что молитва, я помню, мы даже, это же разное, это же все формируется. Я помню, когда впервые в конце 90-х начала звучать эта песня, помните, вот Люда ее знает. Молитва творит чудеса, молитва, как это, не просто слова, безжизненный звук пустой, молитва творит чудеса, дьявол дрожит передо мной. Я помню эту харизматическую такую нашу, знаете, вот эту философию, в которой, если я молюсь, то дьявол дрожит. Я вам хочу сказать, друзья, он дрожит и так. Ему и так не сладко, нормально он отгребает от Бога везде. Но вот здесь интересный момент, смотрите, не введи нас в искушение. Кто-то думает, а как, что Бог меня вводит в искушение? Нет, Библия говорит нам, что каждый из нас искушается чем? Чем? Увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть, а что такое похоть? Похоть, друзья, это когда я думаю о том, что я красавчик. Когда я думаю, что я молодец. Когда я думаю, что моя молитва может многое изменить. Друзья, вы удивитесь, но есть некоторые молитвы, которые вот, они ровно, вот как, я не знаю, как три капли воды во время ливня для вас. Но они бесполезны. Почему? Потому что во время этой молитвы, результатом этой молитвы не стало то, что вы доверяетесь Богу. Господь, последнее слово за тобою. Знаете, я недавно общался с одними пасторами. Друзья мои, и так интересно было, знаете, с пасторами, когда ты разговариваешь, иногда, ну, честно вам скажу, иногда ты можешь поднимать те темы, которые ты не можешь поднимать с членами церкви. И я поднял с ними один вопрос, слава Богу, в нашей церкви это нормально, мы поднимаем эту тему. И я ему поднял вопрос, говорю, вы молитесь за людей и их исцеление? Он говорит, да. Я говорю, и исцеляются люди? Да. И у нас тоже исцеляются, слава Богу. Я говорю, а были такие, которые не исцелились? Это очень сложный вопрос для каждого пастора, поверьте, очень сложный. И для каждой церкви это очень сложный вопрос, потому что в церкви надо создать, знаете, вот мы хотим, чтобы люди все поверили, что они все исцелятся. И мы верим в это. Я верю, что Бог по молитве в вере человека исцеляет. Я верю в это. Мы читаем это в Библии. Он дал нам это, он дал нам это основание. И мы верим, поэтому мы молимся, мы никогда не останавливаемся, никогда на этом не остановимся. Но я также понимаю о том, что, потому что иначе, если мы не будем иметь оговорку, нам может начать в какой-то момент времени казаться, что любой человек, за которого мы помолимся, абсолютно каждый будет исцелен. Но это неправда. Потому что есть его воля. Я помню, у меня, я не знаю, у кого-то из вас, у каждого из вас было свое переживание исцеления. Мое первое переживание исцеления, я вам расскажу, это был просто, я был в... Я просто, я не знал, что это такое. Это была конференция в Днепропетровске, я поехал, был помощник пастора, и что-то такое. Там какая-то женщина принесла ребенка, и пастор говорит, слушай, можешь помолиться за них просто? Я говорю, да, давайте. Я говорю, а что у ребенка? Она говорит, он глухой, он ничего не слышит. Ребенку где-то три или четыре годика, она говорит, он вообще ничего не слышит. Я помню этот момент, меня научили молиться, я возлагаю на руки на ребенка, говорю, господи, благослови, то-то-то. Я говорю, сейчас я отойду, давайте скажу, знаете, я отхожу, говорю, ребенку три, ребенок повторяет три. Мама бледная вначале, а потом вот так села с этим ребенком, всталась, она не может, она не понимает, что происходит. Ну, знаете, кто больше всех был бледный? Я. Вот вы понимаете, что это такое? Ты просто положил руки, ты просто сказал слова, помолился, сказал аминь, и ребенок начал слышать, который никогда не слышал. Вы понимаете, вот такая вот штука? Я не знаю, я вот так встал, а мне 20 лет. Я на это все смотрю. Я знаю, что в Библии написано, я знаю, что там написано. Возложите руки на больных, они будут здоровы. Ранами его вы исцелились. Если кто из вас болен, пусть призовет пресвитеров, говорит, помазавший его элеем в господне исцелиться. Какой бы ни был, молитва веры исцелит болящего. Я знаю все эти места в Писании тоже. Я их тоже практикую, я тоже их молюсь. Но когда ты впервые с этим сталкиваешься, это другое состояние. И вот в этот момент, знаете, тебе начинает казаться, в этот момент, после этого, через час, тебе начинает казаться, я сейчас на всех буду возлагать руки. Ноги, руки у кого сейчас вырастут, все. Я помню этот момент, когда ты подходишь, знаете, такой момент уже, ты бывалый уже. Сразу после этого бывалый, через два часа, ты бывалый. И ты приходишь к человеку, у которого нет ноги, говорит, сейчас я помолюсь за тебя, ты молишься, и говорит, аминь, начинайте ходить. А у него ноги нет? Он говорит, как? Я говорю, ну как, сейчас будет. а ее нету почему я сейчас это говорю еще раз это не означает что я не верю в молитву об исцелении очень не верю поэтому молимся и всегда будем молиться но я веду друзья к тому что не веди в ускушение в данном случае подумать о том что я чего-то могу сделать не веди меня в это искушение что я силен своими силами решать проблемы не веди меня в ускушение думать о том что все теперь все изменится знаете кто-то задал вопрос пастор так вот мы молимся за победу я буду продолжать молиться знаете почему потому что у бога есть его стратегии относительно победы украины я хочу вам сказать эта стратегия заключается не в том чтобы враг вышел за границы нашей страны нет она гораздо более далекая вы удивитесь очень сильно но когда все-таки это все совершится мы увидим сколько прекрасных перемен произойдет понимаете друзья и если бы бог хотел или если бы бог имел в виду что он будет отвечать буквально на каждую молитву мы бы жили друзья в очень странном мире в котором бы сначала шел дождь через две секунды шел снег потом светило ярко сильно солнце высохли бы все реки а потом наводнение по всему киеву было и так через каждые две минуты знаете почему кто не знает посмотрите фильм брюс всемогущий вот просто помните когда одним махом всем сказал да и какой хаос начался в этом мире поэтому друзья не введи нас в искушение это означает что я в конце молитвы осознаю что господи я молюсь но во всем этом то есть я настолько доверился уже тебе что я доверяю я отдал эту проблему в твои руки я верю что в твоих руках она совершится смотрите будучи измененным вдохновленным богом я все равно целиком доверяю свою будущную надежду будучи надежду в его руки и вот это друзья то что сближает меня с богом а теперь кто мне напомнит какая тема проповеди помоги мне молиться господи друзья если такая молитва скажите мне молитва будет нудным действием деянием не знаю у меня не бывает такого это не означает повторюсь еще раз это не означает что ты всегда такой знаете на позитиве нет иногда бывает и тяжело молишься и тебе тяжело молиться но ты я понимаю о чем речь я начинаю ты начинаешь господи ты все равно силен ты велик я всегда всем людям советую простое упражнение такое знаете это не касается молитвы вот если вы будете делать у вас получится но я всем советую попробуйте когда-нибудь такое сделать упражнение у вас бывает грустное настроение бывает смотрите что сделать подойдите к зеркалу встаньте вот так улыбнитесь через силы и смотрите на себя две минуты вот просто попробуйте сделать мне интересно чтобы у вас в конце ну я пробовал у меня все нормально получилось психически здоров у меня через 20 секунд настроение так улучшилось что я вам говорю я к чему это привожу если вы попробуете молиться иногда даже через силу но вы осознаете вначале что он рядом с вами вы поймете вот этим все вы будете вславить его поклоняться ему я вам хочу сказать молитва даже если она вначале очень тяжело потом она начинает идти выпа и вы получаете наслаждение в этой молитве по-настоящему наслаждение ошибочно думать что наслаждением в молитве является получение ответа нет в молитве наслаждением является вот этот процесс в котором вы проходите а каким будет ответ или нет я хочу вам сказать друзья это все в руках божьих это все в его руках и но я верю что его воля она какая благая совершенно и угодно поэтому друзья написал себе так такая молитва не просто будет менять наше естество в самые сложные времена но станет и местом утешения в котором наше сердце будет стремиться всегда аминь вот такая молитва друзья к ней будет хорошо давайте сейчас склоним наши головы и будем молиться с вами дорогой небесный отец во имя иисуса христа боже мы сегодня благодарны тебе мы слышали твое слово слышали твое слово сегодня о молитве господь которая сильна тобою твоим присутствием и боже мы просим тебя мы доверяемся тебе господь о том что твоя молитва она может гораздо больше молитва который говорил нам иисус молитва который он поделился с нами эта молитва она может сделать с нашим сердцем гораздо больше чем то о чем мы просим или помышляем боже мы просим тебя сегодня во имя иисуса христа пускай твоя милость и твоя благость Господь, она поддержит каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.